Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова и сразу о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Более полумиллиона дагестанцев за чертой бедности. Депутаты собрались на первой сессии парламента в новом году. Подробности немногим позже. Массовая гибель скота в Бабайортовском районе республики. Причина – инфекционное заболевание. Глава Минсельхозпрода побывал на месте событий. В Махачкале вспыхнул крупный пожар. Спортивный склад по улице Ирчи Казака сгорел полностью. Возгорание произошло сегодня вечером. По информации МЧС республики, сначала загорелся ангар на складе спортивного инвентаря площадью 1800 квадратных метров. Затем пожар перекинулся на кровлю Министерства промышленности республики. К месту возгорания направлено 12 единиц техники для локализации пожара и ликвидации последствий. Пострадавших среди населения нет. Получилось так, что расположение ангара, который первоначально произошел пожар, находится очень близко к зданию. Высота ангара как раз была на уровне третьего этажа здания данного ангара. И в результате теплового излучения произошло возгорание деревянных конструкций, которыми обработана крыша металлическая памятила противника. Первая в этом году сессия Народного собрания республики прошла в Махачкале. В ее работе приняли участие руководители органов исполнительной власти, представители политических партий. Какие вопросы обсуждались на этот раз, знает моя коллега Зумруд Гамидова. По традиции, в начале заседания выступили представители депутатских фракций парламента. Так, парламентарий Марат Альяров затронул проблему реализации программы переселения из-за аварийного жилья в столице. По словам Справедливого роста, запланировано переселение около 400 семей, но большая часть людей отказывается от переезда. Жители жалуются на отсутствие условий для нормального проживания на новом месте и плохую инфраструктуру. Плохая инфраструктура, рядом нет школ и детских садов, в квартире не подведен газ, электричество постоянно отключается, многих не устраивает площадь квартиры и само расположение дома далеко от центра Махачкалы, отдаленность новых домов, в то же время как людей переселяют из домов в центры Махачкалы. При этом граждане жалуются на отсутствие остановок общественного транспорта в районе новостройки. Кроме того, в городе до сих пор не функционирует построенный еще в 2017 году по федеральной программе детский сад. По мнению Альярова, виной тому несогласованность в действиях различных органов власти, которые должны нести за это ответственность. Спикер парламента Хизриших Саидов поддержал депутата и раскритиковал бездействия Минстроя Республики и городской мэрии. С неутешительным докладом о социально-экономическом развитии республики выступил вице-спикер парламента Махмуд Махмудов. По его словам, в 2019 году наблюдалось отставание Дагестана в индустриальной сфере, падали объемы промышленного производства. Значительно снизились и темпы роста экономики. Более 500 тысяч дагестанцев живет за чертой бедности, хотя при этом увеличились налоги. Прозводственная база сокращается, экономика сжимается, совокупное богатство уменьшается, государственные инвестиции на низком уровне. Крупных частных инвестиций практически нет. Банковский сектор купирован в основном на розничном обслуживании физических лиц. Важно сформулировать консолидирующую дагестанскую обществу повестку, учитывающую подлинные интересы народа. В повестку дня сессии были включены и другие вопросы. Ряд законов и внесенные в них изменения депутаты приняли в первом чтении. Всего в рамках сессии было рассмотрено 16 вопросов. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Выявлена причина массовой гибели скота в Бабаюртовском районе. Крупный рогатый скот на землях хозяйства «Красный партизан» оказался подвергнут пастерилезу. Это инфекционное заболевание. Менсельхозпроду республике удалось выяснить, что ранее скоту были сделаны все плановые прививки от болезней, за исключением пастерилеза. По правилам, прививка именно от этого вида заболеваний не является плановой и осуществляется по желанию хозяина животного и за счет собственных средств. Всего в хозяйстве пало 25 голов крупного рогатого скота. Болезнь не распространилась за пределы хозяйства. В ведомстве отметили, что для недопущения дальнейшего распространения болезней среди животных в ближайшие дни будет проведена вакцинация скота в хозяйствах зоны отгонного животноводства за счет бюджетных средств. Следственные органы завершили расследование дела об обрушении моста в Буйнакском районе. Напомним, в результате ЧП в 2018 году во время заливки бетона пострадали трое рабочих. Установлено, что начальник участка нарушил технологию изготовления сборки металлоконструкции пролетных строений моста. Его обвиняют при небрежении правилами безопасности при введении строительных работ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Более 1 миллиарда рублей потратят на благоустройство 250 территорий в Дагестане. Средства поступят из федерального и республиканского бюджетов в текущем году. Об этом сообщают пресс-службе Минстроя республики. В рамках программы формирования комфортной городской среды работы по благоустройству будут проведены на общественных и дворовых пространствах по всех 52 муниципальных образованиях республики. Сейчас проводится обсуждение на эту тему. В городах проводят открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в этом году. Неправильная парковка может привести к большим тратам, особенно если автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. В Махачкале работники ГИБДД провели очередной рейд. Правоохранители побывали в местах, где подобные нарушения встречаются чаще всего. Нарушителям, которые выбрали место для остановки под запрещающим знаком, выписали штраф. В некоторых случаях пришлось вызывать эвакуатор, чтобы убрать автомобиль, мешающий движению. На сегодняшний день в городе Махачкала массовые нарушения правил парковки, что существенно влияет на сужение улиц и создаются заторные движения. В этой связи хочется обратиться ко всем водителям, чтобы не нарушали правила остановки стоянки транспортных средств на проезжей части, соблюдали правила парковки. В отношении водителей, которые будут нарушать правила остановки стоянки, будут приниматься самые жесткие меры, будет производиться эвакуация транспортных средств. Данные мероприятия будут проводиться личным составом ГИБДД на территории города Махачкала на регулярной основе. Лучники Бариат Мирзоалиева и Алил Алилов стали медалистами чемпионата России. Спортсмены заняли второе место в смешанных парных соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Мирзоалиева представляет спортшколу Минобранауки Республики, а Алилов – Махачкалинскую спортивно-адаптивную школу. Напомним, что накануне дагестанские лучники завоевали в Орле семь медалей чемпионата и Кубка России. Дагестан вошел в тройку лучших регионов страны для гастрономического туризма. Об этом свидетельствуют данные конкурса National Geographic Travel Awards. Более 450 тысяч человек проголосовали за лучшие в сфере туризма. От стран и регионов до отелей и авиакомпаний. Всего было представлено 24 номинации. В категории российский гастрономический туризм Республика Дагестан разделила вторую позицию с Ростовской областью. Первое место досталось Татарстану, а замкнула тройку лидеров Московская область. Конкурс проводится ежегодно. Отмечается, что в минувшем году количество респондентов стало рекордным за 9 лет существования премии. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова